Здравствуйте! С вами МВД Михаил Владимирович Дворкович. Наша задача рассказать вам всю правду. Всю правду обо всём. Но в первую очередь мы расскажем вам правду о Сергее Полонском. Я знаком с этим человеком уже более семи лет. Я знаю его практически как себя. Большинство из тех, кто знали его лучше меня, уже покинули его. Это его бывшие партнёры. Кто-то остался, но я всё равно уверен, что я знаю лучше других обо всех делах Сергея Полонского. Моя задача раскрыть вам всю правду об этом человеке. В последнее время в ряде средств массовой информации появились новости о том, что Сергей Полонский якобы участвовал в процессе банкротства некоего прибалтийского банка вместе с его владельцем господином Антоновым. Говорилось, что Полонский, продавая квартиры через этот прибалтийский банк, перечислял деньги за рубеж и таким образом скрывал их от российской системы налогообложения, а фактически присваивал. Хочу рассказать вам правду, как всё было на самом деле. Как вы знаете, недавно Сергей Полонский получил кредит от Сбербанка России на сумму 373 миллиона долларов на достройку Башни Федерации, а также реструктуризацию долгов бывшей компании Мирекс, сейчас носящей название «Название.нет». Так вот, все удивились, каким образом Сбербанк мог дать кредит человеку, который во всех СМИ называется банкротом. Это и есть отгадка на те загадки, которые загаданы в связи с банкротством прибалтийского банка. Не так давно Сергей Полонский получил распоряжение от руководства государства, связанное со вступлением России во Всемирную торговую организацию. Дело в том, что в случае вступления России в ВТО крупнейшему российскому автопроизводителю заводу «АвтоВАЗ» неизбежно наступит логический конец. Несколько десятков тысяч сотрудников «АвтоВАЗа» и членов их семей останутся без работы. Россия стремится к тому, чтобы сохранить работу для этих людей, а также развивать главного отечественного автопроизводителя. В связи с этим был разработан план с участием Федеральной службы безопасности и других служб безопасности России по дискредитации, а также ликвидации европейских автопроизводителей, главных конкурентов «АвтоВАЗа» на российском рынке. Одним из таких конкурентов является компания «СААП», принадлежащая все тому же господину Антонову. «Господину Полонскому было дано поручение» или, если можно так назвать это, «просьба» «помочь Прибалтийскому банку обанкротиться, а следовательно лишить всех возможных источников финансирования и инвестиций известного автопроизводителя «СААП». В обмен на оказанные услуги господин Полонский получил кредит на достройку своего главного дечища – башни Федерации. И чтобы у кого-либо отпали какие-либо вопросы относительно реальной достройки этого объекта, господин Полонский теперь транслирует процесс достройки своего большого дома в прямом эфире в сети Интернет. Наша задача – рассказать вам всю правду. И у меня сейчас имеется документ, который действительно подтверждает все мои слова и доказывает, что действительно Полонский получил этот кредит в обмен на банкротство Прибалтийского банка для того, чтобы лишить финансирования конкурента «АвтоВАЗа» шведского производителя «СААП». Это вся правда об одном из деяний господина Полонского. Мы с вами еще встретимся в эфире нашей программы «МВД». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова